С начала года в Лабытнангах зарегистрировано 29 тяжких и особо тяжких преступлений. Сегодня в производстве Следственного комитета находится 11 материалов по факту убийства. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся фигуранты по двум уголовным делам. Убийство бывшего гражданского супруга наверняка не входило в планы женщины, говорит следователь. В тот летний вечер она пришла к нему, чтобы забрать свои вещи. Выясняя отношения, они припомнили друг другу старые обиды. От слов перешли к драке. Кухонный нож в женской руке разрешил конфликт. Испугавшись уголовной ответственности, преступница тщательно замыла следы крови и покинула квартиру незаметно для соседей через форточку. В квартире было обнаружено платье, которое она носила и на которое она указала изначально, что она была в нем. На этом платье при генетической экспертизе в Москве была обнаружена кровь терпевшего. То есть на таких косвенных доказательствах и было построено обвинение. На протяжении следствия женщина пыталась направить сыщиков на ложный след. На допросах подозреваемая постоянно выдвигала новой версии свое оправдание. Однако с каждой проверкой они опровергались. Сегодня в уголовном деле поставлена логическая точка. На днях эти коробки с вещдоками будут направлены в городской суд. Там же будет рассмотрено еще одно уголовное дело по факту убийства. Его мужчина совершил почти три года назад. Преступник с легкостью лишил жизни своего земляка из-за шести тысяч рублей. Тело убитого он завернул в ковер и утопил в водоеме. Полгода назад человеческие останки удалось достать из воды. Зимой были проведены поисковые мероприятия. То есть паровыми машинами выпаривали лед, нашли из фрагмента костей. Впоследствии в июне нашли череп. И проведенными экспертизами генетическими установлено, что эти фрагменты, обнаруженные останков, они принадлежат как раз именно тому лицу, которое пропало и на которое попутник сказал, что он убил. Как правило, именно алкоголь подталкивает людей на противозаконные деяния, уверены правоохранители. Пример тому преступление, совершенное на днях. Пьяный конфликт между приятелями закончился кровопролитие. Свою правоту женщина доказала одним ударом ножа. Испугавшись зараненого мужчину, она тут же вызвала бригаду скорой помощи. Сегодня здоровью пострадавшего ничего не угрожает. А вот его обидчице придется ответить по всей строгости закона. Данная гражданка состоит на учете у врача-нарколога. Ранее судима по таким же составам преступлений. И неоднократно тоже уже была замечена при употреблении спутных напитков. Лишить жизни человека не тяжело, считают полицейские. Куда сложнее с этим будет жить. А точнее, отбывать наказание в исправительной колонии. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное». Кельмак, Семячин, программа «Время местное».